Встречу в Евлахе и ряд других вопросов обсудим с нашим гостем. К нам подключается Кемаля Мамедова, главный редактор портала First News As. Кемаля Ханум, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Лидия. Добрый день. Что ж, Карабахский вопрос закрыт. После завершения антитеррористических мероприятий локального характера прошла встреча в Евлахе между представителями президента Азербайджана и представителями жителей Карабаха армянского происхождения. Официальный Баку представил план реинтеграции. Как вы считаете, как это отразится на мирном процессе, да и в целом, как вы оцениваете эту встречу? С дня окончания 44-дневной Отечественной войны, естественно, я считаю, что вчерашняя встреча, которая носила характер беседы, она как первый серьезный шаг в начало реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. Я бы даже сказала, что это определенная отправная точка, назвала бы это отправной точкой в реализации в целом плана реинтеграции. И, естественно, по крайней мере, хочется надеяться, что данная встреча, данная беседа положительно скажется на мирном процессе в целом и как минимум заложит его основы. И вот как мы стали свидетелями сегодня, Азербайджан последователен в своих действиях, и уже сегодня был направлен гуманитарный груз, который вчера попросили, так скажем, армянские жители. Груз, который им был необходим, сегодня уже отправился в Ханчанди. И я хочу заверить, я знаю, что армянские жители Карабаха, естественно, смотрят ваш телеканал, телеканал CBC. Я хочу заверить их, что все, что обещал Азербайджан, и во главе с президентом Мельхам Алиевым, он также говорил об этом в своем последнем обращении, что все, что обещал Азербайджан, будет непременно выполнено и исполнено. От них требуется лишь одно. Первое – это желание реинтегрироваться. Потом, естественно, принятие гражданства Азербайджана и следование нашим законом. В принципе, все. Но есть и хорошая новость. Она состоит в том, что в отличие от азербайджанцев, которые были насильно изгнаны из Карабаха, у армян есть выбор остаться и уйти. То есть уже дальше выбор за ними. Кемеля Хан, почему Армения довела ситуацию до крайних мер? Несмотря на то, что Азербайджан был привержен миру сразу после окончания Второй Карабахской войны и не раз озвучивала это на всех международных площадках. Кому это было выгодно и зачем? Я считаю, что полностью логического объяснения этому нет. Потому что если присутствует здравый смысл или хотя бы его признаки, это было изначально... То есть исход был ясен. Но, видимо, Армения выбрала иной путь и витая в облаках и надеясь на другие страны. Но, как видим, она совершила очень много ошибок за этот период. И последней, я считаю, ошибкой были попытки и даже конкретные, уже конкретные действия, втягивания, так скажем, чужаков в наш регион. И, как видим, к чему это все привело. Мне бы также хотелось затронуть заявление премьер-министра Армении о том, что гражданское население никак не пострадало. И заявление главы МИД этой страны на заседании Совбеза ООН, который утверждает, что совершенно иное. Вот как это можно прокомментировать? Как раз таки, если комментировать вчерашнее заседание или же очередной цирк, извините меня, инициированный некоторыми странами Запада, то он, как и последний цирковое представление, провалился. Провалился благодаря блестящему выступлению главы МИД Азербайджанской республики Джейфену Вараму, который по полочкам предоставил нужные аргументы, ответил всем, и, я думаю, вопроса уже ни у кого не осталось. И вот как раз таки апогеем вчерашнего заседания было то, что глава МИД одной страны, речь об Армении, да, главы МИД Армении, Армении Аразбердайан, слова главы МИД страны не вяжутся со словами его премьера, который говорит, что не было пострадавших гражданских лиц во время антитеррористических мероприятий локального характера страны Азербайджана. А глава МИД говорит совсем иное. Но это еще раз доказывает, что это все фарс, и все это провокация, и не имеет того никаких оснований. И еще раз доказывает то, что просто армяне, скажем так, заговорили эту кашу, и опять-таки остались ни с чем. В итоге, как мы видим, вчерашнее заявление ни к чему не привело, и еще раз доказало правоту Азербайджана, и то, что Азербайджан ведет в одиночку фактически справедливую борьбу и, естественно, доведет ее до логического завершения. Но также вчера мы стали свидетелями ряда деструктивных заявлений со стороны Запада. В этом ключе можно отметить и заявление Жозефа Барреля, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также подрывную деятельность Франции и Германии. Вот можно ли утверждать, что эти страны, Запад в целом, не заинтересован в установлении долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа? Запад не то, что не заинтересован. Он изначально не был заинтересован. И мне кажется, что Запад наоборот заинтересован в дестабилизации региона. Потому что, судя по этой деструктивной политике, которую он ведет, по-другому, другого вывода к этому нет. На протяжении 30 лет это продолжалось, и сейчас же это продолжается. То есть, очевидно, что Запад никогда не был заинтересован в том, чтобы мир пришел в наш регион. И эта политика продолжается до сих пор. То есть, это не оспаривается. Также мне хотелось бы затронуть заявление представителя Турции в ООН Бурака Акчапара, который особо подчеркнул значимость открытия Зангизурского коридора. Какие перспективы даст открытие данного коридора другим странам? И почему некоторые государства пытаются воспрепятствовать открытию этого коридора? Ну, известно, что Азербайджан расположен на пересечении важных маршрутов северо-юки, запад-восток, и, конечно, Азербайджан занимает важнейшую транспортно-логистическую позицию. И открытие Зангизурского коридора это было бы беспроигрышным вариантом для всех стран региона. Я бы даже отметила тут Армению первым долгом, потому что Армения в этом заинтересована, скорее всего, больше других стран. Почему? Потому что железнодорожное сообщение в Иран есть возможность открыть этого сообщения, но в том числе сообщение в Россию через территорию Азербайджана. У Азербайджана есть выход, и в Нахчеван есть выход через Турцию, и в Грузию через Пурт. То есть первым долгом в этом должна быть заинтересована Армения сама. Она должна задуматься, какие плюсы в этом для нее самой, для ее страны в первую очередь. Но, естественно, об этом нужно говорить только после мирного соглашения, которое, мы надеемся, будет подписано. Что касается вашего последнего вопроса по поводу, почему другие страны в этом не заинтересованы, и воспрепятствуют этому, я очень коротко отвечу. Мне кажется, просто это нежелание, нежелание видеть сильный Азербайджан. Вот и все. Кемаль Аханум, большое вам спасибо за ваш комментарий, что подключались к нам. Да, спасибо большое, Лидия. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией была Кемаль Мамедова, главный редактор портала First News Us. Продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова